и снова здравствуйте всем привет еще один ролик значит по акурик давайте сравним его рик можно ли в блендер будет с ним работать лучше он будет чем миксамовский или лучше все-таки свой вставить погнали добавляем опять же персонажа я уже персонажа тут скачал транспорт бесплатного в прошлом ролике уже показывал попробовал да все бесплатно и скачивается не нужно подтверждение никакие значит карты все что по нолям идет можно быстро все качать папкой рад и так закачиваем носит персонажа так вот такой персонаж по прошлому ролику который я говорил что можно его найти в интернете бесплатно и я оказался он там тоже бесплатный так значит преобразуем рик бадим сейчас он опять прогонится так смотрим что тут есть тут название костей так это дело преобразовалось теперь давайте хэм трик посмотрим в прошлом ролике я пытался тут что-то сделать но программу еще точно не изучил сейчас посмотрим тут оказывается можно менять на три пальца на два именно кости вот верхняя вот эта позиция где стоит на пять пальцев можно ставить на два пальца на три так что все здесь меняется так преобразуем опять же всего 3 долга власт ники немножко идет вот такая штук ставим здесь два пальца убираем 34 можно вообще без пальцев выбрать переключаем опять прогонка будет и поменяется значит вот эту вот настойка пальцев опять же нажимаем приемку минус в чем когда вы скачиваете именно вот этого персонажа и ставить ему какую-то анимацию почему-то анимация это к нему не прикрепляется и так вот такой персонаж где он тут приближаем поднимаем благодаря вот этим боковым настройкам пока двигать можно тут же также можно его перекручивать что еще тут можно значит сделать выбираем какую-нибудь анимашку и значит смотрим что тут еще есть mod load характер загрузить body rig hand rig это все что делалось это потом сделаю это zoom ну ничего тут такого нет файл export cbx usd save avatar подклон load a quick data save accurate date load sample load характер в принципе тут можно экспортировать убит везде формат черт его знает что такое давайте пока выбы их сохраняем попробуем аддон к его применить чтобы преобразовать кости и поработать и нажимаем этот можно отключить выбираем опять же бленда можно значит текстура оригинальные или можно 4k 2k выбрать нормально так погнали опять же экспорт все экспортировать давайте теперь зайдем в бленда так теперь заходим значит в интернет находим вот этот аддон который поможет преобразовать нам кости ccblender tools вот этот и идем теперь в бленда удаляем устанавливаем преференции находим аддоны и сюда инсталируем аддон которого скачали вы нажимаете install он подключается будет будь нам у вас в левой панели м панель файл шайл 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 н английская и как он значит делается нажимаем на этот аддон и импортируем сюда характер все через него значит делается находим актор так значит вот 3 я скачивал загружается вот такой персонаж выбираем его кости тут можно ему цвет прически менять полностью переходить скульпт здесь очень много всего всяких вариантов импорт деталей импорт смоток экспорт аксессуаров материал значит параметры тут посидите в принципе вот он преобразователь под аддон в смысле под риг нажимаем видишь и ждем все преобразовался значит аддон то бишь этот риг стал вот таком внешнем виде мы посмотрим дальше что так дальше у нас получается он работать не будет пока мы его значит и догоним да как и такой так проверяем значит заходим в пост мод смотрим все работает заменены косточки значит но настройка рига тут и фики и инверс кинематик его валом вот какая-то кость этот плечевая джи это не хочет она крутится значит кисть кинем значит какая у нас это же кость отвечает за перекрутку значит кисть и идет вот такая вот не есть хорошо ломка давайте по-другому попробуем находим general don't save delete опять же n панель находим аддон импорт характер автор турбат значит звуку откроем так опять он подгрузился теперь заходим на входим Риджи Фи Анимейшн Адаптив Атак Метарик нажимаем General Риджи Фи ждем здесь будет наверное Advanced это же приключение называется переводится по-моему преобразовался теперь видите закрыто здесь фейсы подключаем все вот это подключаем чтобы работал Риджи нормально наверное теперь заходим в Post Mode смотрим так по-моему вот эта косточка нет это пальцы значит и здесь очень неудобная значит настройка вот этого Рига если с ним делать анимацию слишком много всего ненужного но плюс в чем что у него вот они есть значит косточки для анимации лица так что у него тут открывается что у него закрывается так это у него должен быть рот ничего прикольно он так его открывает так настройка есть зубов это что у нас вот минус в чем что вы видите чтобы все привязано значит надо настраивать веса вот это тоже не есть гуд и тяните что-то одно не очень так сказать чтобы прям хорошо это было настроено опять же что-то тут с веками тоже не есть гуд так а что у нас тут еще может быть так переносица это верхний значит веки на ушах костей по-моему нет а ну-ка это что а есть косточки на ушах в принципе все неплохо но с таким вот с такой настройкой будет очень тяжело делать именно анимации так R слишком много всяких костей которые в принципе можно было подключить официально надо вот так закрываются глаза включаем видимость костей и пробуем R перекрутку когда вы глаза закрываете вы видите что нету косточки на щеке и тянет за собой значит вот эту щеку тоже не есть хорошо язык зато прикольный сделанный там даже глотка зубы такие старые прикольная моделька так по рукам тоже не есть хорошо вот такая вот штукенция в этом плане миксамовский рит по настройке лучше вот вот эти вот косточки вот они сзади это как базовые значит базовые в это находим арматура и вот они есть human метарик это в принципе та же самая вот эта штука вот это все то же самое но с этим ригом в принципе работать это будет это жесть будет вот так и давайте рассмотрим миксамовский значит риг так а вот ресурс значит миксама закидываем сюда значит нашего персонажа нажимаем на любую анимацию вот допустим пусть это будет и просто нажимаем download download все здесь также боковые настройки именно руку дальше ближе как-то тело развернуть вот такая вот анимация все скачалось закидываем теперь нашего персонажа значит импорт трубы десктоп даунлод пантера вот он у нас идет пантера да именно с хвостом вот такие штуки случаются при добавлении анимации потому что здесь костей то нету но это все можно переделывать выбираем значит рик нажимаем end панель заходим находим аддон миксама перерабатываем все это делаем вот такая прикольный внешний вид вот работает сразу уже скачивается с анимацией так ставим 40 кадров ng оттаскиваем и можем выставить значит ей базовую позу это alt g alt r и прописываем и у нас прописался первый кадр все теперь мы можем с ним работать можем зайти в edit mode и добавлять косточки которые нам нужны и все это делать перепровязать и все будет классно так это значит так выбираем какую вот тазовую косточку тройка на нампаде делаем е делаем отвязку alt p clear parent делаем перешив левокровка мыши ctrl p ctrl пол сет привязку n панель screen костей чтобы вы видели что я буду нажимать и теперь мы просто добавляем сюда косточки точно точно так же кости можно добавлять на лицо вот здесь на глаза на всю стуку на брови и перепровязать заходим в object mode выбираем персонажа выбираем через шифт кости ctrl p wait automatic все хвост теперь у нас назначились свои значит веса и теперь если мы зайдем post mode так object mode выбираем только кости заходим в post mode вот у нас появились новые косточки которыми мы можем теперь переписать анимацию настраивать как нам удобно вот этот рик в принципе лучше так теперь что можно сделать выбрать все вот эти косточки которые у нас без вот этих изменений внешнего вида находим риджи файл аддон и назначаем пускай будут сферы крит назначаем сферы увеличиваем в размере если нам надо так теперь заходим можем назначить им бонгрупп любой так любой цвет пустом клист зеленый допустим apply вот у нас теперь дополнительные кости с которым мы можем работать в принципе я повторю что меня вот это акурик сильно так сказать не удивил за исключением цен на модели и то что там считай все платно не очень хороший рик решать вам каким ресурсом пользоваться какой рик лучше для анимации мое мнение это вот этот рик лучше он более как попроще что ли нету лишних каких-то наворотов тут костей ну и можно его дорабатывать перерабатывать добавлять свои какие-то детали вот можно на теле добавить на глаза повторюсь вот эти все косточки ну на этом все всем пока до свидания до свидания